Привет, на связи как обычно Антон. Что ж, настало время снова вас удивлять необычными видами транспорта. В мире существует сотни удивительных байков, без руля, без сидения, даже без колес. Не надо изобретать велосипед, говорили они. В сегодняшнем выпуске вы увидите интересные велосипеды, которые вызовут удивление, недоумение и заставят восхищаться. Если вам понравится этот ролик и захочется поддержать мои старания, не забудьте поставить ему лайк, оставить свой комментарий и проверить подписку на канал, чтобы не пропускать новые видео. А также в конце видео мы разыграем тысячу рублей. Фэтбайк. Наверняка даже самый неопытный в этом деле слышал о существовании так называемых толстых велосипедов, идея создания которых принадлежит марку Грюнвальду. Это велосипед, оснащенный широкими покрышками, размером от 3,5 до 4,8 дюймов. По конструкции Фэтбайк идентичен горным моделям. У них одинаковое навесное оборудование – тормоза, кассеты, цепь, система, переключатели. Но Фэтбайк уже выделяется и своими широкими колесами, обеспечивающими ему отличную проходимость. Он может легко кататься по снегу, рыхлому грунту, грязи и бездорожью. Смотря на модели существующих Фэтбайков, кажется, что сложно придумать что-то еще более необычное. Но нет. Поэтому ко мне в выпуск попал самодельный толстый велосипед, в который установлены ну очень большие шины, напоминающие машинные. Я бы даже сказал, что это, наверное, единственная такая модель. Катание на таком велике сравнимо с занятием на велотренажере. Ведь чтобы не плестись как черепаха, придется серьезно напрягать ноги. Зачем изобретать велосипед, если он уже давно существует? В наше время в разных уголках мира можно встретить велобайки простые и продвинутые, предназначенные для различных дорожных покрытий и определенного стиля езды. Специально для райдеров, страдающих от проблем с опорно-двигательной системой и вынужденных ограничивать себя в любимом увлечении, или же для любителей чего-нибудь неординарного, был придуман лежачий велосипед. Он позволяет велосипедисту передвигаться полулежа или даже практически полностью в горизонтальном положении, снимая нагрузку со спины и плеч. Такая модель представляет собой особую конструкцию, изготовленную из квадратных труб различного размера и трех колес – двух больших сзади и маленького ведущего спереди. На замену обычному седлу в лежачий байк устанавливается мягкое кресло или уникальное ковшевое сиденье. При этом управлять таким велосипедом намного проще, чем обычным. Конечно же, не обошлось и без своих минусов, к которым можно отнести плохую обзорность, трудности при преодолении тротуаров, значительные размеры и труднодоступность. А это довольно необычная находка – шагающий велосипед. Честно говоря, смотрится такая конструкция довольно пугающе и в то же время интересно, словно велосипедист передвигается на каком-нибудь насекомом. Этот велосипед позиционирует себя как прогулочный вариант. Вы себе можете представить, как кто-нибудь или же вы сами катаетесь по парку на таком вот изобретении? Я вот, например, нет. Подобный дизайн впервые был предложен Тео Янсеном для его невероятных Strand Beasts – серии кинетических скульптур, приводимых в движение ветром. Механические лапки заменили велосипеду заднее колесо, но, что самое удивительное, он действительно уверенно передвигается. Правда, звук от такого исходит, ну, очень неприятный. Далее у меня идет городской велосипед, который создан, вы не поверите, из переработанной бумаги. Вот это я понимаю, золотые руки. По словам создателей, они стремились разработать полностью экологичный транспорт, на котором его владельцы могли бы свободно перемещаться по городу, как на привычной всем модели. Так как велосипед собран из бумаги, чтобы он не промокал под дождем, его покрыли переработанным полиэстером. Мексиканский стартап планирует поставлять свое изобретение с чехлом для смартфона, также на 100% выполненным из экологически чистого материала. Интересно, будет ли данная задумка воплощена в серийном производстве? А что вы думаете по поводу такого транспорта? Имеет ли он право на существование? Обязательно поделите своим мнением в комментариях. Кто там говорил, что велосипеды непригодны для плохой погоды? А что вы скажете на этот счет? Это трехколесный велосипед, оснащенный закрытым кузовом. Вы только представьте себе, по своему виду он напоминает какой-нибудь небольшой автомобиль с фюзеляжем самолета. Чтобы пробраться внутрь, необходимо открыть ламбо-дверь. Рядом с одноместным сидением располагаются необходимые кнопки для управления, отвечающие за активацию фар, сигнал и так далее. Ноги, кстати говоря, тоже закрыты. Таким образом, такой велосипед можно использовать не только в дождливую погоду, но и при других осадках. Во время езды велосипедист находится в полулежачем положении, а руль к нему наклонен. Это тоже, кстати, очень удобно. А это одноколесный велосипед. Вернее, колесо, это и есть велосипед. Он представляет собой подобие часового механизма. Передвигаясь на такой модели, ты крутишь шестеренку, которая в свою очередь двигается большое колесо. Велосипедист сидит на специальной платформе, которая никак не мешает движению колеса и при этом защищает человека от ударов. Получившееся моноколесо из-за своих размеров и отсутствия резиновых покрышек вряд ли подойдет для кросса по пересеченной местности. А вот для прогулки по асфальтированным или гравийным дорогам, погожим летним деньком, оно идеально. К тому же после недели подобных заездов, ноги у вас будут как у профессиональных бегунов. На очереди у меня просто невероятная модель деревянного велосипеда. Самое интересное здесь то, что она собирается словно как какой-нибудь конструктор, да и выглядит просто бомбезно. Каждый элемент такого велика вырезан из дерева. Какие-либо другие детали здесь отсутствуют. Лично я даже в голове уложить не могу, как такое возможно? Передвигается такая модель по принципу тех же шестеренок. Но, несмотря на экзотический вид, своими возможностями велосипед не способен удивить. Он трудно справляется с препятствиями. Да что уж с препятствиями, даже с обычной ездой по ровной местности. Плохо поворачивает, медленно ездит и в целом я очень сомневаюсь, что его надолго хватит. Ребята, а это самый высокий велосипед в мире. Он был разработан кубинским сварщиком Феликсом Гуэролло. По улочкам старой Гаваны Феликс разъезжал на 5-4 метровом высоту велосипеде. Я даже боюсь представить реакцию людей. Для того, чтобы оседлать или спуститься со своего железного коня, необычного размера, кубинцу требуется помощь трех человек. Наверх этого чуда ведет лестница, в конце которой можно разглядеть и опознать сиденье, руль и педали. Смотрится вся эта конструкция весьма экзотично. Два привычных колеса снизу, но руль и педали, а с ними и водитель, находятся на самой макушке, так называемой мачте велосипеда. Вместе со своим детищем Феликс планирует подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса. Как по мне, это очень круто, но жутко страшно. А вы бы осмелились залезть на такой? А это самодельный велосипед для дрифта. Еще одна бомбезная штука. Дело в том, что заднее колесо велосипеда заменено ПВХ трубой с внутренним диаметром чуть больше, чем внешний диаметр колесных дисков. Обычно дрифт-райки основываются на ДВС или в крайнем случае на электротяге. Но эта модель на педальной. Покататься на таком необычном велосипеде будет интересно как взрослому, так и ребенку. Стоит отметить, что велосипед оставил весь свой функционал. Но только на нем теперь можно красиво входить в повороты. Скажите, вы когда-нибудь ловили себя на той мысли, что вам надоело кататься на велосипеде по дороге? Думаю, после модели, которую я вам сейчас покажу, вы как минимум задумаетесь о таком варианте. Это самый настоящий велосипед, способный передвигаться по воде. Он имеет большие подводные крылья, которые удерживают его на плаву и позволяют двигаться даже по неспокойной воде. Пропеллер из нейлона, армированного углеродным волокном, обеспечивает тягу на низких скоростях и снижает сопротивление на максимальной скорости. Работает байк от литий-ионного аккумулятора, которого хватает до часа езды. Информация понятно отображается на бортовом компьютере. По-моему, это очень классный вариант для разнообразия своей жизни. Теперь просто посмотрите на следующий велосипед и найдите одну главную особенность. Да, думаю, вы, как и я, сейчас находитесь в недоумении, поскольку видите велосипед без педалей. Эта чудо-модель называется Аленкер и является настоящей революцией в помощи для ходьбы. Этот трехколесный велосипед не имеет педалей, но позволяет быстрее двигаться человеку, испытывающему проблемы с мобильностью. Так взрослые люди или любой другой человек с проблемами могут прогуливаться с большим удовольствием на Аленкере. Из-за своей геометрии он сам начинает ехать при малейшей помощи человека. Пользователю не нужно крутить педали или полностью садиться на сиденье. Велик одновременно может выступать и как опорник. А вы когда-нибудь задумывались над стандартными рамами велосипеда? Почему бы нельзя было, например, сохранить принцип байка и поместить его в корпус автомобиля? Именно так и подумали ребята, создавшие следующую модель. Она сохранила основную суть работы велосипеда, однако была помещена в корпус раритетной машины. Внутри создатели сохранили антураж автомобиля, добавив всевозможные переключатели и коробку передач. Даже руль сделали как в настоящем авто. Выглядеть со стороны это очень необычно, но в то же время круто. Сразу хочется попробовать прокатиться на подобном и испытать эти эмоции. Следующая модель велосипеда, скажу вам сразу, меня просто поразила. Это очень крутой электробайк, который удивляет не только своим внешним видом, но и возможностями. В первую очередь он очень быстрый и его спокойно можно использовать как транспортное средство при перемещении на небольшие расстояния по городу. Во-вторых, байк довольно вместительный и водитель помимо самого себя может перевозить и достаточно тяжелые сумки. В-третьих, если вам необходимо проехать расстояние при плохой погоде, у велосипеда предусмотрена достаточно широкая крыша, способная защитить вас от осадков или ветра. Ну а если же погода наоборот будет вам по нраву, вы сможете за несколько движений открыть крышу и спрятать ее за сиденье. Велосипед определенно заслуживает внимания и лайка за проделанную работу. Думаю, вы тоже оценили его по достоинству. А этот велосипед мне очень понравился своим нестандартным внешним видом. Задняя часть имеет странный механизм, который чем-то мне напоминает старинные часы. Дело в том, что это колесо выполнено при помощи гусеницы, на которой он и передвигается. Спереди, рядом со вторым колесом расположена одна лыжа, способствующая более надежному движению человека по снегу. Именно в подобных локациях и стоит кататься на этом велосипеде. Создатели непременно постарались, и у них получилось создать что-то необычное и очень интересное. Не знаю, как вам, но мне сразу захотелось попробовать прокатиться на подобном. Не знаю насчет уверенного движения по склону, но на небольших горках я бы его протестировал. Следующий проект называется Y-Cycle. Его концепция заключалась в создании игрекообразной рамы с безвилковой системой рулевого управления и односторонней передней с задней частями. Подобный велик наделен очень необычной эргономикой и колесной базой, что делает передвижение на нем крайне забавным. Из-за своих компактных габаритов на таком байке легко можно передвигаться по городу. Он практически не занимает места и может преодолевать любые небольшие препятствия. Модель хорошо управляется и может регулироваться под нужды человека. А это суперкрутой велосипед, основная фишка которого заключается в его независимой подвеске. Такая модель имеет строение, позволяющее задействовать лишь ту часть амортизации, которая необходима в конкретном случае. Это делает поездку на велосипеде более спокойной и непринужденной. Более того, спереди у модели расположено два колеса, расположенных достаточно далеко друг от друга. Благодаря этому он очень уверенно чувствует себя на дороге и в то же время просто управляется. Этот вариант подойдет для прогулок по местности, на которой ему будет легко проехать. В тесных переулках или большом потоке людей на нем было бы неудобно передвигаться, но как минимум из-за крутой амортизации я бы его протестировал. Следующие ребята собрались целой компанией и решили развлекаться на крутых байках, созданных исключительно для дрифта. Внешне каждая модель чем-то напоминает картинг, однако с более, скажем так, развязанными механизмами. Именно они позволяют велосипеду поворачиваться на 360 градусов и делать неповторимые трюки. Особенность строения заключается в одном большом колесе спереди и двух маленьких позади. К этому добавляется вышеупомянутый механизм, и все в совокупности делает из велосипеда очень маневренную модель. Думаю, для прогулок по городу он вряд ли кому-то пригодится, однако для спусков будет просто шикарным вариантом, способным доставить море положительных эмоций. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить, а также и не забыл про конкурс на 1000 рублей. Условия все те же, подписка на канал, лайк и креативный комментарий под видео. И все, ты участвуешь. Ну а в прошлом конкурсе победил Крэйзи Дэн. Друг, я с тобой свяжусь в течение суток и ты заберешь приз. Но вам, ребят, удачи и всем пока!